Музыка Очень часто мы хотим куда-то ехать далеко, в поисках рыбы. Но давайте признаем, что не всегда готовы поймать что-то огромное. Чаще хочется просто посидеть на водоеме, половить ради души. И вот тут спасает водоем, который находится рядом, в черте города. Удобно, экономно и для души спокойно. Один минус от этой рыбалки. Успех ловли чаще всего для кошки на ужин. По мне, так я вообще рыбу отпускаю. Всем привет, с вами я Александр Игнатов и программа Клуб Охотников и Рыболовов. Сегодня мы находимся в городе Екатеринбурге на местном крупном водоеме Верх-Исецкий пруд. И этим мы откроем такую домашнюю сессию рыбалка возле дома. Попытаемся что-нибудь поймать. Сегодня, как я уже сказал, я на Верх-Исецком пруду в черте города Екатеринбурга. Наш инструмент готов. Начинаем забуривать лунки. Что можно здесь поймать? Это традиционно окунь, чебак, подлещик, лещ, кудак и бывает щука. Ну и, конечно же, ерш. Ловля ерша зимой не так популярна, как, к примеру, ловля окуня на мормышку. Для подавляющего большинства рыбаков ерш не представляет никакого интереса. Поэтому целенаправленно его почти никто не ловит. Единственное блюдо, в котором его можно было бы использовать, это сваренное прямо на водоеме Уха, о чем все много говорят, но мало кто ел. Ну и, конечно, прикармливаем мотылем. Переходим на следующую лунку. В качестве жирца ершат тоже не применяют, из-за его повышенной колючести. В общем, на первый взгляд, совершенно бесполезная рыба. Но это лето. А вот в холодное время, особенно в те дни, когда другие обитатели замерзших озер и рек не радуют хорошим клевом или вообще отказываются клевать, ерш становится достойной замены. По большому счету, заядлым рыболовам все равно, какую рыбу ловить. Главное, чтобы этот процесс никогда не заканчивался. Речь идет о настоящих ценителе рыбной ловли, в том числе и спортивной, а не о браконьерах-заготовителе, страдающих в жажду наживки. Итак, что собой представляет ловля ерша зимой? Хоть это и редкий вид рыбалки, поклонники у него все же есть. Они пришли к единому мнению, что зимой лучшей наживкой для ерша является моты. Не откажется этот хищник и от другой живности, червей, личинок, других насекомых, мальков. Честно говоря, по моему опыту, ерш клюет на все, что не приколочено. Поэтому берите на рыбалку несколько разных наживок и приманок. Попробуйте их и подобрать более уловистый вариант. Но сначала ерша нужно найти. Итак, забурили мы 6 лунок и приступаем к рыбалке. Начнем с белой мормышки. В отличие от теплолюбивых видов, ерш предпочитает держаться в холодной воде. И плохо переносит солнечный свет. Поэтому всегда стоит на глубине, в ямах. В местах с плотным твердым дном. Песчаным или каменистым. Этот хищник встречается редко. Ершу необходим толстый слой ила, в котором много мотыля и его основной пищи. Ерша рыба достаточно ленивая. Поэтому наживку ему надо поднести к буквальном смысле под самый нос. Она должна либо аккуратно лечь на дно, либо висеть над ним на высоте нескольких сантиметров. Подниматься за ней выше хищник не станет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обычно рыболовы зимники стараются держать удочки в поле зрения и надолго, без присмотра их не оставлять. Но в случае с ершом можно немного расслабиться. Как правило, он жадно проглатывает наживку вместе с ключком, чем доставляет рыболовам немало проблем. Тщательно подбирая снасти и мормышки для ловли верша, нет необходимости. Клюет он при любом способе ловли, как на играющую приманку, так и на неподвижную. Прикормка тоже не понадобится, разве что в лунку можно опустить комок замороженного мотыля. Он тяжелый, быстро опустится на дно и затем будет потихоньку оттаивать и распускать личинок, привлекая тем самым ленивого хищника. Маленький окунь, но есть. Видимо, такой окунь и будет у нас сегодня ловиться. Но все равно отпускаем его. Очередной окунь очень мелкий, но много. Вот и все, что я хотел вам сказать. А рыбалка возле дома – это здорово. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова